Продолжение следует... Я думаю, что литература мудрости, пословицы или притчи, они имеют разные такие способы организации и представления материала. Мы говорили о параллелизме как элементе поэзии, но также есть вот эти числовые высказывания, особенно их много в 30 главе. Помните? Там есть одно непонятно мне и двух вещей я не могу постигнуть. Или вот четыре, которые поражают меня в этой жизни. Здесь у нас есть шесть и семь. Толкователи по-разному объясняют их присутствие. Одно из распространенных объяснений заключается в том, что это было сделано для того, чтобы легче было запомнить. Вот шесть и семь и перечисляются. Но обычно они говорят о том, что такая структура также подчеркивает последний элемент. Вот последний элемент. Но это не мешает одновременно в этой литературной форме также присутствовать и другим таким композиционным приемом, как хиазм. И мне кажется, вот этот хиазм здесь, он очевиден, потому что у каждого элемента есть своя пара, но у того, что посредине у него нет пары. Хорошо. Давайте идти дальше. Шестая глава. Давайте прочитаем с вами с 20 стиха до конца главы, до 35 стиха сразу весь этот урок. Кто прочитает для нас, пожалуйста? Спасибо. 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 Здесь по своей структуре И этот отрывок можно поделить, наверное, на две части с 20 по 24 стихи. Это призыв, типичный призыв к сыну, послушаться наставлений мудрости, послушаться слов отца. 20 стих, он идентичен второй половине восьмого стиха. 21 стих параллелен 3 главе 3 стиху, где на вяжи заповеди доставления описывает то, как сын носит их как цепочку для сохранности. И стихи с 25 по 35 содержат, собственно, суть этого урока. 25 стих содержит такое центральное повеление, основное такое повеление. Не пожелай красоты ее в сердце твоем. Если мы посмотрим с вами на первую часть, на первую часть с 20 по 24 стихи, какие здесь мы наблюдаем взаимосвязи, какую игру слов, использование каких метафор мы с вами здесь видим. Скажите, пожалуйста. Да, мы видим повторение этого образа. Оно было также в 3 главе, в 3 стихе. Какое первое повеление или обращение мы видим здесь в 20 стихе к сыну? Какое первое слово здесь? Есть ли с этим словом здесь какая-то игра слов дальше в этом отрывке с 20 по 24? Будут охранять тебя. Будут охранять тебя. Видите, вторая половина 22 стиха. Мы уже видели с вами эту идею? Практически в каждом увещании Соломона для своего сына он повторяет ему эту важную мысль. В чем эта мысль заключается? Как бы вы постарались передать ее вашей аудитории тем, кому вы преподаете? Что это говорит нам? Другими словами, тебе выгодно будет дружить с ней, да? Заведи себе такого друга, потому что этот друг будет постоянно твоим спутником, будет тебя защищать, будет вступаться за тебя. Дружи с ним. Но мы видим с вами, что опять-таки это не просто какое-то поверхностное знакомство. Послушай, когда у тебя будет время, почитай, попробуй. Это не то, что Соломон говорит своему сыну. Он говорит, храни, оберегай, не отвергай, пусть они будут постоянно с тобой. Только в таком случае они будут тебя охранять. Если ты будешь с мудростью встречаться раз в месяц, это тебе не сильно поможет. Хорошо, смотрите. В 23 стихе он использует такие интересные аналогии. Он говорит, заповедь есть светильник и наставление свет. Мы видели уже эти идеи в 3 и 4 главах, где путь мудрости описан как светлый путь. Назидательное поучение – это путь к жизни. Поэтому с уверенностью мы можем сказать, что пренебрежительное отношение к мудрости влечет за собой опасность оказаться беззащитным в этом мире, который наполнен зла и опасностей. Если сын будет хранить заповеди отца, наставление матери, то мудрость, подобно верному товарищу, будет постоянно рядом как друг и помощник. В 23 стихе снова обращается Соломон к метафоре света. Свет символизирует истинное благочестие, нравственность, безопасность, спасение, благополучие. Человек, который пренебрегает заповедями, наставлениями, он тем самым отвергает светильник для этой жизни в темном мире. Мы уже цитировали с вами 118-й Псалом, 118-й Псалом, 105-й стих. В 25 стихе мы находим с вами основное повеление этого урока «Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Если мы попытаемся сопоставить это с десятью заповедями из книги «Исход» и второзакония, против нарушения какой заповеди Соломон увещевает здесь своего сына? «Не пожелай». Интересно, что возможно остальное, что написано здесь в этом уроке, увещевает его против нарушения седьмой заповеди. «Не прелюбодействуй», но мы видим с вами, что это прелюбодейство начинается с чего? Начинается с нарушения десятой заповеди, начинается с зависти или желания, не пожелай красоты ее. Мы уже говорили с вами о библейском учении об искушении из Иакова, первой главы с 13 по 15 стихи, о том, что человек искушается, увлекаясь и обольщаясь своей собственной похотью, которая, зачав, рождает грех, которая рождает смерть в свою очередь. Мы видим с вами, Соломон также говорит здесь об запретном объекте желаний. Не пожелай чего? Красоты ее. И это заставляет нас задуматься в том, что же, согласно Божьего Слова, представляет собой истинная красота. И в книге притч есть очень известный ответ на этот вопрос. В притче 31.31. «Миловидность обманчива, красота суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы». Возможно, Соломон здесь пытается уберечь своего сына от так называемого «золото глупцов». Знаете, так называли медный железняк, который был очень похож на золото. И во время золотой лихорадки ему дали прозвище «золото глупцов». У Маккартура, по-моему, даже есть книга такая «золото глупца». То есть это выглядит как что-то драгоценное, но на самом деле оно бесценное, оно ничего не стоит. Что-что? Медный железняк, если я не ошибаюсь. Медный железняк. У нас есть поговорка такая тоже «не все то золото, что блестит». Правильно? Да? Ага. Ну вот. Здесь в очередной раз подчеркивается ценность мудрости. Мудрость может дать человеку проницательность, при помощи которой он может отличить цыганское золото от настоящего золота. И он будет судить книгу не по обложке, а видеть людей и вещи в их истинном свете. Писание говорит нам о том, что Бог судит не по внешности, но видит в сердце. И последней особенностью повеления Соломона в 25 стихе является то, что он говорит не только «не пожелай», не только «красоты ее», но также «в сердце твоем». Это повеление подразумевает, что человек должен обращать внимание не просто на какие-то внешние свои поступки, не просто на какое-то внешнее поведение, но на состояние своего внутреннего человека. Мы видели уже с вами «больше всего хранимого храни сердце твое», потому что из него источники жизни 4.23. И мы говорили, что мы храним наше сердце посредством того, на что мы смотрим, куда и как мы обдумываем путь для нашей стези, что мы слушаем. И мы говорили о том, что хороший способ хранить наше сердце от искушений греха – это сокрыть в нем Божье Слово. Мы цитировали 118-й Псалом, 11-й стих. И необходимость постоянно пребывать в Слове, она связана не столько с желанием много знать, сколько обновлять наш разум опознанием Божьего Слова и не сообразоваться с этим миром, в котором мы живем, но быть преобразованными этим новым знанием. В стихах с 26 по 35 содержится объяснение того, что на самом деле желает тот, кто желает прелюбодейки. 26 стих, он немножко сложен для перевода. В еврейском тексте буквально сказано «блудница к или сколько кусок хлеба, но жена мужа охотится за жизнью». И у комментаторов есть два варианта здесь. Первый – из-за блудницы человек обнищает до куска хлеба, как в синдальном переводе. Второй – это то, что блудница обойдется тебе в кусок хлеба, а прелюбодейка будет стоить самого дорогого в жизни. Ну, в самом деле, самого дорогого в твоей жизни. И стихи с 27 по 29 содержат выразительные физические аналогии, которые имеют духовную причину и духовные последствия. Соломон предупреждает своего сына не играть с огнем. В конце концов, он обязательно обожжется. И вывод очевиден. Тот, кто вступает в половые отношения с прелюбодейкой, он не избежит наказания. Характер наказания описан для нас с вами в стихах с 30 по 35. В стихах с 30 по 32 показывают, что если кражу можно еще попытаться чем-то оправдать, человек ворует хлеб для того, чтобы утолить свой голод, то кражу жены другого для того, чтобы удовлетворить свою похоть, невозможно ничем оправдать. А следовательно, поступающий так, он не имеет ума и губит свою душу. 33 стих показывает печальный конец такого безрассудства. Кроме стыда и позора, безумного прелюбодея будет всегда сопровождать бесчестие. Если этого недостаточно, то 34 и 35 стихи говорят о гневе ревнивого мужа. Гнев по своему определению жесток, он безжалостен. И в придачу с ревностью он может выйти за все предполагаемые рамки. Притчи 27.4. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? И в заключении, конечно же, стоит задаться вопросом, в чем причина такого напористого учения об опасности внебрачных половых отношений, беззаботных увлечений похотью. Мы видим с вами, что это, как было сказано, является очевидным признаком того, что человек поступает глупо, это самый явный пример того, что человек вступил на тропу глупости. Но также мы понимаем с вами, что Соломон говорит, что у этого греха есть разрушающие последствия, не только для самого человека, но и для его близких. Есть ли у вас вопросы по этому отрывку? Да. Давайте посмотрим, что говорит наш гибраист. Я просто посмотрел себя в конспект. Раньше я помню, что у меня было отмечено, но сейчас почему-то не было отмечено. Так, 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 так. Четвертая, пятая, шестая. В переводе Алексея Прокопенко сейчас 26 стих звучит так. «Ведь заблудную женщину до хлебной лепешки, и замужняя женщина дорогую душу уловляет». И у него есть здесь пояснение. «Ведь заблудную женщину до хлебной лепешки». Из-за своей лаконичности данная строчка вызывает вопросы. Переводчики и толкователи разделяются на две группы. Некоторые добавляют глагол «доходят» или «нищают» и воспринимают ее как указание на последствия от блудницы. Например, синодальный перевод, и он приводит некоторые английские переводы. МБО. Что это за перевод МБО? Окей. Другие добавляют существительная цена и видят здесь уничижительное сравнение с дешевизной блудницы. Например, септуагинта, перевод РБО. При первом варианте две строчки 26 стиха рассматриваются как синонимические. Обе говорят о последствиях блуда. При втором возникает антитетический параллелизм. Автор делает противопоставление между низкой ценой профессиональной блудницы и дорогой ценой замужней прелюбодейки. Союз В во второй строчке можно перевести противительным «но» или «а». Сторонники второго варианта подчеркивают, что данный стих не одобряет проституцию, а просто показывает, что прелюбодеяние замужней женщиной имеет еще более тяжелые последствия. Такой точки зрения придерживаются Брюс Волтки также. Вы поняли, какого взгляда придерживается Алексей Прокопенко? Я тоже. Это как бы один вариант. Один вариант — это, что блудница, она легкодоступна, но прелюбодеяние с замужней женщиной будет стоить тебе жизнь. Но если я правильно понял, то, как он говорит, у него первая строка звучит «ведь за блудную женщину до хлебной лепешки». То есть он как можно буквальнее переводит. И дальше он ставит не «но», а «и». И поэтому он говорит, что получается, что если ты пристрастишься к блудницам, ты станешь нищим. Это доведет тебя до того, что ты будешь просто иметь кусок хлеба. Вот так. Почему? Потому что в конце сказано «потому что ревностен гнев мужа, и он не сжалится в день мщения, не примет во внимание никакого выкупа и не согласится, даже если ты умножишь взятку». Хорошо. Негативный. Да. Это не путь мудрости и путь глупости, а это оба проявления пути глупости. Хорошо. Есть еще вопросы по этому тексту? Угу. Угу. Ну, мы можем посмотреть. Можем сейчас посмотреть. Итак, мы посмотрим здесь. Есть такой словарь, я не знаю, вы слышали про него? Он мне нравится. Я в последнее время… Что-что? А, презентация по-прежнему. Сейчас мы переключим. Словарь, который я в последнее время стал использовать. Достаточно интересный. Называется DCH, Dictionary of Classical Hebrew. Так, я сейчас открою свою панель с Ильей Прич, чтобы легче было видеть. Да, Dictionary of Classical Hebrew в восьми томах. Редактор его David Clients. А какая разница в вашем понимании? Лексикон там больше, да, статьи, получается, такие богословские или нет? Или наоборот? Просто разные. Наоборот? Тогда это по делу лексикон. Да, но он называется словарь. Ну, по сути, лексикон и словарь – это как бы слова-синонимы. Просто лексикон, как бы… У него одна этимология, у словаря другая этимология. Дэвид Клайнс – редактор у него. Вот так он выглядит. Dictionary of Classical Hebrew в восьми томах. Если мы посмотрим… Ну, да. Так, вот холод, говорит, здесь. А если посмотреть в DCH… Ой, сколько это… А, что это Хакам? Не понял. О! Сохранять. Вот. Предлагает… Ну, он предлагает значение соблюдать, соблюдать, исполнять. А, что это тут… Ааа… Вот, что вы, где-то… Что – нас. Тут… А… Ну, почему я обратил ваше внимание на этот словарь, DCH, потому что там есть употребление этого слова. Они перечисляют использование не только во всем Ветхом Завете, но также и в свитках Мертвого моря. То есть более широкое... Они называют поэтому не словарь не библейского языка, не библейского еврейского языка, а классического еврейского языка. То есть они берут более широкий спектр источников. И они, видите, перечисляют во всех породах, во всех употреблениях. И мы сейчас найдем в притчах где-то здесь. Оно говорит о том, что практически эти слова являются синонимами. Поэтому, наверное, просто руководствуясь литературными какими-то побуждениями, автор предпочел использовать разные слова. Вместо одного и того же. Да. Могу, конечно. Я не знаю, вы слышали про сайт Best Commentaries? Есть такой сайт. Если вы не слышали, этот сайт очень вам поможет. Кто не слышал про этот сайт, поднимите руку. Ага, хорошо. Тогда я быстренько покажу вам. Очень полезный сайт. Он мне очень сильно пригодился. Ну, кроме этого, есть книга. Я не знаю, есть ли она у вас. В Логосе она называется. Вот такая книга. Вам видно? Вы видели? С такой книгой вы знакомы? Называется «Комментарии для библейских экспозиторов». Это автор этой книги, преподаватель из мастер-семинарии. Он уже ушел в отставку, на пенсию. И это аннотированные комментарии. То есть он не просто перечисляет их, но на каждую книгу он объясняет, что это за комментарии, какие его сильные стороны, какие его слабые стороны. Вот так. Он немножко устарел. Уже давно не обновляется. Его автор Джеймс Роскап. У вас в библиотеке точно должна быть либо это издание, либо предыдущее. Джеймс Роскап. Называется «Комментарии для библейских экспозиторов». Где-где? В Логосе? Я просто написал Роскап. Роскап. Что-то в этом роде. Но у него, помимо того, что есть здесь… Как бы он каждый комментарий описывает. У него есть полезное такое деление. У него есть такое полезное деление. Он все комментарии делит на экзогетические, экспозиционные и девоушенал. Я не знаю. У нас в Украине мы так и не придумали перевода хорошего для девоушенал-комментария. Вы не знаете? Знаете, о чем идет речь вообще? Девоушенал-комментарий — это такой комментарий, где просто там рассказываются иллюстрации, примеры. Там нету как бы такого разбора текста большого. Это что-то похожее, вот как, например, у Спэджина есть «Утро и вечер», знаете, такое для чтения. У нас в Украине, по-моему, это в Украине, издается, есть какие-то комментарии «Жанны Гийон» или что-то в этом роде. Вы ему не попадались? Вообще страх и ужас. Девоушенал — это, наверное, может быть, еще вот комментарий антирайта. Видели? У него есть Tom Wright для… Как это называется? Ну, по-английски for everyone. Знаете, про какие комментарии я говорю? Такие тоненькие. Что-что? Да-да-да-да. Популярный комментарий, по-моему, так называется. Вот это девоушенал такой. Он рассказывает истории всякие, делает какие-то наблюдения за текстом. Но это не то, что поможет толкователю. Ну, это поможет, может быть, экспозитору в том, чтобы найти какие-то примеры. Но экспозиционные комментарии — это комментарии в основном, как бы, ну, вот, «Джон МакАртур» или «Библия говорит сегодня», «Джон Стот». Вот это экспозиционные комментарии. Насколько мне известно, экзогетических комментариев, вот, как бы, в таком традиционном понимании не существует на русском языке еще. Нету экзогетических комментариев. Вот, ну, да, Хиберт, он как бы… Но все равно, Хиберт — это экспозиционный комментарий, который хочет быть похожим на экзогетический. Да. Но он, как бы, все равно больше экспозиционный. А экзогетические комментарии — это комментарии, в котором автор не только предлагает свой собственный перевод, он обсуждает каждое слово, он взаимодействует с различными взглядами, с, там, я не знаю, как правило, историко-критическим толкованием Библии обсуждает, как бы, все эти вещи. Поэтому обычно экзогетические комментарии на Евангелие, они вот такой толщины, потому что они обсуждают все эти синоптические проблемы и все остальное, то, что не нужно, ну, по крайней мере, с консервативной точки зрения. Он делит все комментарии, которые он обсуждает, на три группы — на экзогетические, экспозиционные и вот такие размышления. И у него есть на все книги здесь, ну, некоторых новых комментариев нету здесь. Да, то, что он ставит здесь, показывает, что на то время на притче было очень мало комментариев. Первый комментарий, который он ставит здесь, это комментарий Дерека Киднера из серии «Tindale Old Testament» комментарий. Это, ну, Дерек Киднер, мне кажется, написал самый лучший комментарий, который можно было написать на книгу «Притч», потому что в своем комментарии он отображает стиль автора «Притч». То есть он практически притчами комментирует притчи. Очень интересно читать, очень красиво, у него много есть классных таких идей, оборотов речи и выражений. Но этот комментарий очень тоненький. Он маленький, там нету комментариев на все стихи и на все слова. В каком смысле? Вот это? Ага. Ну, я бы не фотографировал это. Если вы хотите, я могу вам прислать это, но здесь вы будете использовать… Ну, здесь нету… Здесь, наверное, только один комментарий есть, который я бы сейчас посоветовал вам использовать. Что-что? Да, да, да. Это из комментариев NAC. Есть еще одна хорошая серия, неплохая, мне нравится, она достаточно консервативная, называется «Expositor's Bible Commentary». Там 12 томов в ее первом издании, уже вышло ее второе издание, некоторые они изменили, но на притчи там остался по-прежнему Алан Рос. Алан Рос – это очень хороший толкователь Ветхого Завета. Я советую вам все комментарии, которые вам будут попадаться Алан Роса использовать, они очень хорошие. Мне кажется, он написал, ну, не только мне, но и многим другим преподавателям, которые умнее меня по Ветхому Завету, кажется, что он написал самый лучший комментарий на книгу «Псалтырь» в трех томах, экзогетический. Алан Рос. Майкл Фокс, я несколько раз его упоминал, он вот в этой серии «Энкер Байбл» комментарий, но эта серия достаточно либеральная, но у него неплохой комментарий. Вот он, вот этот его комментарий, он в двух томах, с первого по девятую и с десятой по тридцать первую главы. Самый лучший комментарий на книгу «Притч», который, если у вас будет, вам, наверное, не нужен будет никакой другой комментарий, это комментарий Брюса Уолтки. Вот, он тоже в двух томах, с первой по пятнадцатую и с шестнадцатой по тридцать первую. Брюс Уолтки писал этот комментарий 40 лет. У меня есть его аудиозаписи начала 70-х годов, где он только начал писать этот комментарий и преподавать эту книгу в церкви. И вот он недавно только его закончил, в 2000-х годах. И у него спросили, вы еще будете писать комментарий? Он говорит, я думаю, не успею. Поэтому в этом комментарии есть все, что только можно туда добавить. Там, когда он говорит про муравья, у него несколько страниц посвящено тем, какие муравьи были на Древнем Ближнем Востоке, какие муравьи были в Израиле. То есть это очень подробный комментарий, там есть вся информация. Мне он очень нравится. Есть два минуса, наверное, этого комментария, которые заставляют все-таки, если вы хотите более глубоко изучать притчи, купить еще какой-то дополнительный комментарий, чтобы балансировать. Первый минус — это то, что Брюс Уолтки достаточно либерален в том, чтобы изменять текст Ветхого Завета, исправлять его. То есть он очень свободно относится к тому, чтобы править мазарецкий текст. И в некоторых случаях он, как мне кажется, безосновательно говорит о том, что нужно делать правку текста. Это один момент, но он не делает это как бы в каждом стихе. То есть, но у него просто есть такая тенденция. Это нужно об этом знать. И второй момент. У Брюса Уолтки была очень интересная богословская траектория. Он начал с того, что он был классическим диспенсационалистом в Далласской семинарии. Оттуда он перешел в ковенантные богословы в Вестминстерскую семинарию. Оттуда он ушел в реформатскую семинарию в Орландо, из которой его отправили в отставку из-за того, что он изменил свои взгляды на бытие. Он верит в теистическую эволюцию. Когда у него доктор Беррик спросил, почему, Брюс Уолтки, почему вы верите в теистическую эволюцию? Он сказал, ну, доктор такой-то, такой-то, сказал, что в течение ста лет эволюция будет доказана как научный факт. Поэтому он верит в эволюцию. И сейчас доктор Уолтки, он стал англиканином, оказался в англиканской церкви в Канаде. Он в канадском, а там, христианском учебном заводе. Но он уже такой старенький человек. И несмотря на то, что мы... Я бы никому не рекомендовал следовать его богословской траектории, тем не менее, он один из самых таких весомых ученых, консервативных ученых в области библейского богословия и Ветхого Завета. Один из преподавателей мастер-семинарии, доктор Грисанти, рассказал мне очень хорошую историю про него. Ну, во-первых, как бы это очень благочестивый такой человек. Я многому у него научился, несмотря на то, что я с многим не согласен. Тем не менее, многому научился у него. У него есть... Знаете, есть такой человек, Билл Маунтс, написал учебник по греческому языку. И у него есть веб-сайт, который называется biblicaltraining.org. На этом веб-сайте Билл Маунтс выкладывает очень классные курсы. К сожалению, пока только на английском языке. Но я надеюсь, что вскоре они начнут их переводить. Эти курсы бесплатно совершенно. Он... Там очень классные преподаватели. Дуглас Му. И в частности, у него есть курс с Брюсом Олтки. biblicaltraining, follow-ups, Олтки. Сейчас, одну секунду, одну секунду. Вот старина Брюс. Он уже под 90, наверное. Это отсюда звук? Можно чуть громче достевать? Или нет? Это дома у Билла Маунтса они снимают. Очень хороший курс. Он очень хорошо преподает книгу Прич. Но второй минус, на который я хотел бы обратить ваше внимание, ввиду его вот этой траектории, от, скажем так, диспенсационалистского подхода к изучению писания. Вот его комментарий лежит, видите, на столике. Вот диспенсационалистского подхода. Это Билл Маунтса голова торчит. К его ковенантному подходу у него есть склонность чрезмерно одухотворять обетования, которые мы находим в притче. Очень часто, ну, как бы, те вещи, которые, мне кажется, касаются жизни под солнцем, если мы это так назовем, он их применяет непосредственно к каким-то вечным обетованиям. И вечным вещам. Поэтому он сейчас рассказывает, да, классные истории. И он, видите, он такой кроткий очень. Видите, как он разговаривает вообще, такой трости на обломленной и непреломительной. И вот этот человек написал книгу, которая называется «Библейское богословие Ветхого Завета». И на очень большой встрече, на самой такой популярной научной конференции в Соединенных Штатах Америки, называется, ну, и в мире, я бы даже сказал, «Евангельское богословское общество», «Evangelical Theological Society». У них была встреча, на которой доктор Уолтки как бы представлял эту книгу, и было три человека, три респондента, которые как бы критиковали ее. И был Брюс Уолтки, и там один из них был Трэмпер Лонгман, про которого мы, наверное, поговорим немножко. Второго я забыл, тоже известный преподаватель по Ветхому Завету. И третий это был Уолтер Брюггеман. Вы знаете, его книги перевели на русский язык, «Коллоквиум» сделал его «Богословом года», они перевели его комментарии на бытие, какие-то статьи еще перевели его Уолтера Брюггемана. И Трэмпер Лонгман говорит, «Брюс, это замечательная книга, это труд всей твоей жизни, в общем, хвалят его, второй тоже встает, хвалит. Брюггеман встает и говорит, «Брюс, ты знаешь, мне очень не понравилось, что в твоей книге ты назвал меня волком». И Уолтки встал и говорит, «Спасибо, Трэмпер, спасибо другому преподавателю». Он говорит, «Ну, Уолтер, что я могу сказать? Я написал эту книгу для евангельской церкви, и с их точки зрения ты на самом деле волк в овечьей шкуре». Извини. Сел и все. Поэтому слышать от него такие слова было очень интересно. Вот этот комментарий, мне кажется, самый лучший комментарий. Наверное, давайте сделаем перерыв, и потом еще несколько слов скажем о комментариях и тех источниках, где можно о них узнать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok